Приветствую вас, друзья и недруги. 31 декабря. Для большинства наших сограждан за это Новый год, прежде всего. А для Николая Максимовича Цискарид за это день рождения. Вы знаете, не могу его не поздравить и не вспомнить несколько наших с ним бесед. Потому что каждый разговор с ним для интервьюера – это подарок. Николай, а вот по ощущениям, вас все любят или есть те, кто не очень? Мне кажется, что когда любят все, это уже нет прецедента. Никто не спорит. Значит, это путь к неизвестности. То же самое, что когда все не любят или когда все любят. А когда все время есть и те, и другие, это и дает то, когда обсуждение идет. Это значит, что-то происходит. Энергия не может подходить всем одинаково. Все-таки я был театральный артист, да. И, конечно, тут люди боролись друг с другом. С меня корона не падает. Я и в метро проеду, и в очереди постою. Когда вы были последний раз в метро? В метро был зимой, когда очередной раз перекрывали город. Я ехал в центр. А как вы в центр попадете без метро? Как это выглядело? Ой, чудно. Тихо спустились. У меня пенсионное удостоверение. Я с большим удовольствием. Я кайфую, когда я его прикладываю. Хоть где-то я им пользуюсь. Потому как бы я очень-очень-очень. Нет, ну а тема автографов, там, вопросов. Ну, подходят люди. Иногда фотографируются. Иногда автограф берут. Ну, какая разница? Это с одной стороны приятно, просто с другой стороны иногда неудобно, когда ты спешишь, и, ну, надо человеку ответить там или что-то. Многие говорят, что вы последняя звезда Большого театра. Это... Ну, вы знаете, наверное, в массовом сознании, конечно, так и есть. Потому что, знаете, что самое ценное, я думаю, в артистической карьере, когда вспоминают фамилию, и тут же у вас встает какой-то ряд событий, связанных с этим человеком. Роли, конкретно театр, фильмы, там, жанр моментально. Да, слава богу, вот как-то моя жизнь в театре сложилась так, что при упоминании моего имени никому не надо объяснять, из какого жанра я, чем я занимался, что я делал или делаю. Это очень дорогого стоит. И в России это не покупается. Никакие критики это никогда не сделают. Никакие фотосессии. Это сарафанное радио должно работать. Вот российский менталитет, он так устроен, и мне повезло. Ну, он так и работает. На самом деле у нас сейчас, в общем, каждый второй или третий на телекране – это звезда. А вот человек с таким шайнингом и с такой харизмой, как у вас, встречается крайне редко. Я считаю, что мне сегодня повезло, что вы были. Спасибо большое. Огромное вам спасибо. Это совершенно, как в Америке говорят, I mean it. Thank you. Абсолютно искренне вам говорю. Спасибо большое. Спасибо. Абсолютно. 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 Продолжение следует...